Всем привет! Меня зовут Таня Климова. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня я расскажу вам историю «Поезд свободы». Это история о том, как группа людей в Германии совершила побег на поезде из Восточного Берлина в Западный Берлин. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и используйте субтитры на разных языках. Давайте перед тем, как услышать историю, посмотрим на слова, на полезные слова в этой истории. Вот эти слова. С 1961 по 1989 год Берлин был разделён на две части. На Западный Берлин и Восточный Берлин. Разделять-разделить – это когда у нас не одна часть, а две. Разделять-разделить. Берлин был разделён. Он был разделён на Западный Берлин и на Восточный Берлин. Восточный Берлин – это была столица ГДР, Германская Демократическая Республика. Восточный Берлин был под контролем Советского Союза и Западный Берлин под контролем Америки. Ещё одно важное слово для нашей истории – это «железная дорога». «Железо» – это металл, и «железная дорога» – это дорога, по которой идёт поезд. «Железная дорога». Побег – это когда мы не хотим быть где-то, и мы уходим из этого места, убегаем, уезжаем. Мы можем совершить побег на машине, на велосипеде, на самолёте, пешком и в нашей истории на поезде. Совершать, совершить побег из Восточного Берлина. «Прорываться», «прорваться», «прорваться», «прорваться» – это когда что-то блокирует нас, мы не должны идти дальше, но мы едем. «Прорываться», «прорваться», «через», например, «берлинскую стену». «Прорываться», «прорваться», «через ограждение». «Ограждение» – это какой-то барьер. Это как барьер или стена, что-то, куда мы не должны идти. «Ограждение». И, наконец, «разбирать», «разобрать» значит демонтировать что-то. Когда у нас была какая-то система, была стена, и теперь её больше нет. «Разбирать», «разобрать». «Железная дорога была разобрана» – пассивная форма. «Берлинская стена была разобрана». Ну что, вы записали слова, запомнили их, посмотрели? Тогда давайте я расскажу вам эту историю. Итак, в 1961 году, в августе 1961 года, в центре Берлина была построена Берлинская стена. Стена, которая разделяла Западный Берлин и Восточный Берлин. Две части Берлина. Восточный Берлин – ГДР. Эта территория контролировалась Советским Союзом. И западная часть, Западный Берлин контролировалась Америкой, США. И тогда люди поняли, что скоро они не смогут ездить свободно в другие части Берлина. Те, кто живут в Восточном Берлине, не смогут поехать в Западный Берлин. И вот тогда молодой инженер, механик Гарри Деттерлинг, которому было 27 лет, он понял, что скоро он тоже не сможет поехать в свободный мир, в свободную часть Берлина. Что скоро в Восточном Берлине будет советский режим, что скоро стена будет построена, и он больше не сможет поехать в Восточный Берлин. Ни он, ни его жена Ингрид, ни их четверо детей. И вот тогда Гарри Деттерлинг, он решил совершить побег. Совершить побег из Восточного Берлина в Западный Берлин. Как совершить этот побег? Он работал на железной дороге. Он был инженером в системе железных дорог, в транспорте. И тогда Гарри Деттерлинг поговорил с машинистом одного поезда. Машинист это человек, который контролирует поезд. И они решили совершить побег на поезде. Они решили совершить побег 5 декабря 1961 года. Потому что они знали, что скоро это будет невозможно. Гарри начал искать людей, которые хотели бы совершить побег вместе с ним. И вот 5 декабря 1961 года вечером в 19 часов 22 минуты, я думаю, локомотив поезда выехал из вокзала Ораненбург. Это вокзал недалеко от Берлина. В поезде было 32 пассажира. Это был Гарри, его жена, дети, друзья, которые тоже хотели совершить побег. Но было также 8 пассажиров, которые ничего не знали об этом проекте. Они были не в курсе. И в момент, когда поезд подъехал к конечной станции, это был Альбрехт-Хоф, он не остановился, он поехал дальше. Он поехал дальше, и он прорвался через ограждение. Там было ограждение. Это была уже граница, почти как стена. И поезд прорвался через ограждение и поехал дальше в Западный Берлин. Пассажиры все упали на пол, потому что это был шок с ограждением. Но все были в порядке, все были в форме. И поезд продолжил до квартала, до района Западного Берлина. Из 8 пассажиров, которые не были в курсе, что поезд ехал в Западный Берлин, только одна девушка осталась в Западном Берлине. Семь других пассажиров решили вернуться. Вот так. Не все хотели жить на Западе. И тоже у них были и семья, и работа. Они были не в курсе, куда ехал поезд. Но Гарри и его жена, и дети, и другие пассажиры остались жить в Западном Берлине. В эту же ночь эта железная дорога, эта часть железной дороги, рельсы были разобраны, демонтированы. И начиная с этого вечера было невозможно проехать с Восточного Берлина на Западный Берлин по этой дороге. Поэтому в этом месте это был последний поезд, который проехал из Восточного Берлина в Западный Берлин. И поэтому мы его называем Поезд Свободы. Вот такая история, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам понравилось. Мне кажется, очень мотивирует, вдохновляет, показывает нам, что когда мы хотим быть свободными, это возможно, иногда возможно, иногда нет. Если вам понравилось, ставьте лайк, комментируйте. Может быть, вы знаете еще интересные истории побега из Восточного Берлина. Если вы живете в Германии, слышали ли вы уже об этой истории? И что думают немцы об этом периоде немецкой истории? Если вам нравится моя работа, приходите в мой клуб «Русская дача», чтобы получать подкасты и видео каждые пять дней. Вас ждут еще новые истории. Пока-пока!